Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет посленовогодние, наверное, остатки. Сегодня первое число. Время, сколько сейчас? Время. 12.57. И я снимаю для вас мукбанг с шашлыком. Вот такой вот шашлык, который приготовил мой дядя. Очень-очень вкусно. Посмотрите. У меня дядя вообще красавчик в таких вещах. Мясо прям обалденное. Обожаю именно домашний шашлык. Я макаю, значит, на шарап. У меня новая кофта. Как я вам говорила, к нам приехали наши родственники с маминой стороны. Моя двоюродная сестра с дочкой. У нас с ней просто замечательные отношения. Мы очень хорошо друг друга понимаем, несмотря на то, что она всю жизнь прожила в деревне, а я, например, всю жизнь прожила в городе. В общем, по идее, у нас разные взгляды на жизнь должны быть, разные мысли. Но, несмотря на это, мы очень хорошо общаемся, погуляли, пошопились. Мама, кстати, говорила, что буквально недавно было видео с шашлыком. И не стоит опять это же снимать. Как вкусно! Просто дом полон продуктов. Я снимаю мукбанг. И все эти блюда я уже снимала, понимаете? Получается, нужно сходить и что-то купить. А когда дома столько продуктов, и мы не успеваем их кушать, а я иду покупать что-то другое для мукбанга, это получается, знаете, на азербайджанском языке есть такое слово, из сравчилых. То есть это неправильное распределение денежных средств. Поэтому я вот так вот буду делить, дабы свои зубы не сломать. Вот так вот. Макаю в наш араб. В прошлый раз, когда я ела шашлык, ну и потом одна девочка написала в комментариях, Айка, шашлык очень хорошо с наш арабом. Я вспомнила, блин, точно. Как я могла про него забыть? В общем, Новый год у меня прошел достаточно скучно, так как мы сначала пошли к моему дяде вместе с нашими гостями и начали праздновать именно там. Потом звонила бабушка, ей было скучно дома, и, понятное дело, на Новый год ее одну оставляют дома неправильно. Мы ей предложили, чтобы она вместе с нами пошла, но она очень пожелает, для нее вообще передвижение куда-то, это большой стресс. поэтому она сказалась. Все, 31 число, мы шопились с нашими гостями. Они говорят, что у них там в деревне все-таки выбор не такой большой, как у нас здесь в городе. Я им предложила каждый раз приезжать и здесь устраивать шопинг. Как же вкусно, ребята! Очень вкусный просто шашлык. Обожаю антрикот ребрышки. И, кстати, вот моя дверная сестра приехала, и мы с ней вспоминали историю, когда она раньше жила у нас и училась как бы на парикмахера, чтобы потом в деревне там работать, в салоне. А может даже открыть и свой какой-то салон. Небольшая около дома. Мы сидели и вспоминали историю, как ко мне приходили свататься. Это был вообще ужас какой-то. Мы общались с парнем одним. И вроде отношения шли хорошо, мы друг друга понимали, и он мне сделал предложение, на что я согласилась. Но я согласилась не из-за того, что я его любила очень сильно и так далее. Я согласилась просто потому, что он был хорошим человеком. Плюсов было больше, чем минусы. Я подумала, почему бы нет. Очень, знаете, воспитанный парень был. Вот. И как-то он мне сделал предложение, но просто подарил колечко и сказал, что выходи за меня замуж. На что я не раздумываясь ответила да. И он сказал, что мы тогда мои... Ну, у нас, короче, по традициям, родственники жениха должны прийти к родственницкам девушки и попросить ее руку. В общем, такие традиции. Это было где-то года 3 назад. Даже нет, наверное, больше года 4 назад. И как раз в этот период моя двоюродная сестра, которая приехала к нам на Новый Код, она была у нас. Мы вспоминали эту историю. Мы, короче, в 6 накрыли на стол и ждем, что вот-вот придут гости. Я как-то стесняюсь звонить парню. Думаю, блин, что я скажу? Ну, когда вы придете, что вы опаздываете? Как-то неудобно. Потом, значит, проходит час. От парня ни звонка, ничего. Я думаю, может, что-то случилось. По дороге попали, попали. Парень был за рулем. Вот. Я реально начала волноваться и решила все-таки позвонить и уточнить, где же они находятся, что с ними произошло за этот период времени, так скажем. Когда я позвонила, он сказал, что у меня мама сейчас в салоне. То есть мы уже потихоньку придем. Там осталось кое-что докупить. И мы придем. Ну, я подумала, время 7 к 8, если придут, и то хлеб. Вот. Проходит еще час. Уже время 8. Я говорю, ну что, вы идете? И он мне такой говорит, а вы что, спите уже? Я говорю, в смысле спите? Ну, как бы в 9, в 10 ненормально же приходить в гости. Я не знаю, может, только у нас так. Но это ненормально, это неэтично просто. И что вы думаете, прошел еще час, и они так и не появились. У меня уже папа очень сильно разозлился. Мама больше, знаете, такая мирная. Мама говорит, нет, давайте подождем, может, что-то случилось, может, они что-то недоговаривают, авария или все такое. Но время уже 15 минут 11. Представляете? Мы накрыли на стол и ждем 5 часов гостей. Вот просто. Ждем. Папа уже весь, знаете, такой злой. Папа говорит, ужасный выбор. Что за семья, которая настолько опаздывает? Как такое вообще возможно? Как можно на такое серьезное мероприятие, как первое знакомство, настолько опоздать? В это время вот эта двоюродная сестра, которая приехала к нам с деревней на Новый год, вот она как раз таки у нас была в этот период, где она, я помню, меня успокаивала и говорила, да ладно, говорит, всякое бывает, может, он что-то не договаривает, может, что-то случилось. В конце, когда время уже было 11, он мне позвонил, чтобы уточнить код домофона. вообще, знаешь, не приходите. И получается, что наконец-то в 11 часов, когда уже все нормальные люди ложатся спать и ходить к кому-то в гости, тем более к незнакомым людям, которым в первый раз идешь знакомиться, как-то неэтично, в 11 они приходят. Потенциальный жених, его родной брат младший и мама. Мама, папа и во брата, да? Мама, папа и брат. Вчетверо. Что вы думаете? Оказалось, нормальные люди. Отец такой общительный, там начал рассказывать истории из детства моего экс-пойфренда. пришли, знаете, такие разодеты, разнокрашенные. Моя теща вообще такая с такой прической, с такой прической, наверное, невеста идет на свадьбу. Маникюр, педикюр свежий. Моя мама специально особо, знаете, даже краситься не стала. Моя мама подумала, чтобы, чтобы не было такого впечатления, что я прям нарядилась к их приходу. Самый обычный домашний костюмчик у мамы. То есть, это, знаете, не в форме такого обручения было, просто чисто знакомство. Как они тогда выбесили моего отца? Это было что-то чем-то. Папе вообще не понравилось. Такой вот подход к делу, такой несерьезный. Они, кстати, пришли вот на этот стол, сели. Бабушка села в кресло и сказала, дорогие наши гости, спасибо, что пришли. Но в такое время люди друг к другу в гости не ходят. Тем более просить руки нашей внучки, моей внучки. Как вы думаете, что они сказали? Они сказали, что не рассчитали время, пошли покупать сначала папе костюм, потом маме платье. У меня такой вопрос, а зачем это было делать в этот день? То есть, нельзя было подготовиться к сегодняшнему дню, например, вчера. Если ты видишь, что ты не успеваешь возьми любое платье или не делай прическу, ну не знаю, когда поответственнее, что ли. Я очень ответственный человек. Даже вы можете заметить это по моим видео. На протяжении уже, наверное, двух месяцев не было дня, когда на моем канале не было видео. И меня иногда убивает безответственность в людях, даже иногда на работе. смотришь, старый сотрудник, там, не знаю, годами работает в компании. Во всем разбирается. Но настолько безответственные какие-то выходки делает. Ставит в неудобное положение нас. Один раз, что было у нас даже? Час не в тему, я продолжу вот эту историю со свытовством. Кое-что вам расскажу, пока я не забыла. Я когда работала в магазине техники, работала помощником директора, у нас еще там была мебель. Так получилось, что одна пара хотела купить диван. Диван очень дорогой, и его нужно было доставлять прямо из Турции. Мы показывали другие диваны, но это пара, там муж такой, знаете, влиятельный. Он захотел именно этот диван и сказал, я буду ждать. Мы сказали, что ждать придется два с половиной месяца. Он сказал, окей, нет проблем, но они уже переезжали в квартиру, и получается, что там дивана не будет, говорит, обойдем себе с диваном пару месяцев. Проходит два с половиной месяца. Он еще ждет, где-то 15-20 дней и приходит. Говорит, слушайте, вы сказали два с половиной месяца, правильно? Прошло три месяца, где мой диван? я звоню на склад и оказалось, что кто-то там на складе просто забыл заказать этот диван. И вот мне нужно было объяснить покупателю, очень влиятельному человеку, что, слушай, твой диван еще даже не заказали, тебе еще надо будет ждать два с половиной месяца. он скажет, что я по полгода диван буду ждать, вы что, не издеваетесь надо мной? Я искала директору, директор сказал, разбирайся сама, меня не тревожь. И мы как бы понимали, что, к чему я вообще вспомнила эту историю, я не знаю, но в общем, вот безответственность людей, то есть человек просто забыл сделать заказ, а тут люди по три месяца ждут, а я тоже уверена, что диван где-то в дороге. Сегодня приедет, завтра приедет, вот я так думаю. В конце я поговорила со складом, я объяснила, что так дела не делаются, поставьте вы себя на место покупателя. Потом мы предложили покупателю любой другой диван с 10% скидкой. Он сказал, что нет, я хочу именно этот. Я вам от начала говорил, что хочу этот диван. Мы сказали окей, и сделали скидку, я не помню, 13%, еще подарили два пуфика, чтобы клиент остался доволен. Понимаете, мы понимали, что мы не правы, кто-то забыл заказать, это же не проблема покупателя. как я ходила с ними, как курица с яйцом. Пыталась их уговорить. И получается, что 13% мы им сделали скидку. Плюс два пуфика. вот такая вот история была. Это я просто к слову о безответственности. Я просто вспомнила. в общем, здесь та же самая история, вот просто безответственность. Люди не думают, что мы накрыли на стол где-то часов наверное в 5, потому что в 6 мы думали, что они уже придут. И мы сидим вот так вот за этим столом и 6-7 часов ждем их. На самом деле это очень неправильно. Это очень неэтично. Потом они пришли такие все наряженные, такие все красивые, там в таком синим костюме мой потенциальный жених. Его брат тоже в таком же синим костюме. Видно, что вот только что они купили эти костюмы. Так, в общем и целом впечатление о их семье было хорошее. Посидели, поболтали, не знаю, общительные люди, культурные. Знают, где что нужно сказать. но вот это вот первое впечатление они о себе испортили однозначно просто. Сейчас вообще не в тему, но я очень хочу этот тортик хотя бы попробовать. Несколько кусочков. Сейчас вот буквально минут 15 назад пришла моя тетя, и так получилось, что ее домашние все уехали куда-то отдыхать, не помню, куда они уехали, но в общем они поехали отдыхать и все эти продукты у них дома остались и она все принесла нам. Судя продуктов был такой тортик, смотри, какой классный, домашний. он с бананом. Вот я обожаю торты с бананами. Это просто моя слабость. Плюс у дома столько продуктов. Дулуму буквально в прошлый раз снимала. Не могу же я постоянно одно и то же снимать. А продукты жалко. Самое главное, ребята, я хотела вам снять видео предновогоднее. Вот прям, чтобы вы 31 числа увидели этот мукбанг, но так получилось, что я не успела. И пришлось выложить видео, которое было, и там даже не было поздравлений. Я хочу всех вас поздравить с уже наступившим 2020 годом. Желаю вам исполнения всех ваших мечт. Самых заветных. Вот в тортике кусочки банана. Господи, как это вкусно. Как это обалденно. я думала, я не съем тортик. Но блин, он такой вкусный, ребята, невозможно просто удержаться. желаю, чтобы все ваши заветные мечты сбылись. Те мечты, о которых вы вслух не говорите. все. Вкусно было, добавки хочется. На этом все. Спасибо, что посидели, покушали вместе со мной. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас эта мелочь для меня безумно приятная. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эйка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok